Значит, мы сегодня поговорим о поэтике Глеба Богомолова. Это на продолжение, значит, развития темы новой теории восприятия. Там, где есть новая теория восприятия, то там есть и новая теория искусства. А искусство на дороже всех, наверное, живопись. И Глеб Богомолов — это вот такой весьма популярный характер, кто о нём знает, кроме меня. Ну, сразу же скажу, это настоящий отец Александра Глебовича Глебовича Невзонова, что был заинтересован в народе. Вот он, в последнее время, знаменитый главным обменом вот таким. Значит, это... Народной детский? Родной, да. Настоящий детский родной. Ну, Богомолов отсюда понятно, почему Невзон в настоящий мире Богомолов, почему он интересуется религией после этого. Вот. Но всё делается в пику отцу, по всей видимости. Бросишь его с матерью... Да, Невзор уже сам был верующим. Ну, да, да. На семинаре учился. Ну, мы, чтобы не говорить о Невзоре, мы сегодня говорим о значительно более выдающемся человеке, чем Александре Глебовича и Глебовича, по-моему, Глеб Александрович. Вот. Значит, он работает в такой специальной технике красок, как бы... Чтобы примерно так сказать, вы можете найти его картины, значит, в интернете, в небольшом количестве. Есть в отвратительном качестве про него какой-то документальный фильм. Он в 70-х годах основал некое товарщество, экспериментальный живопись, не знаю, как оно точно называется, и был его, типа, руководителем. Ну, вот типичная его картина. Это, значит, золотой фон, и на нём тоже золото написано, надвигающаяся, как, например, фигура какая-то. По-моему, называется апокалипсис номер один. Это что-то напоминающее рубашку или какую-то фигуру, или просто красные прямоугольные пятна. Любит писать на всяких интересных вещах. В первую очередь, любит писать на, значит, на дверях от коммунальных квартир, от кухон, на всякие вот эти вещи. Там жив ещё? Да, вполне жив. Значит, могу сказать, что когда-то лет восемнадцать назад, назрянем назад, проходила на философском факультете Санкт-Петенковского университета выставка его персональная. И был семинар, значит, у него после этого, с его участием, где он сказал такие замечательные слова, что да, нас, выдающиеся художник, мы иногда рождаемся. Он назвал себя Ишнекина. Но, вот, например, человек, который может объяснить, чем мы тут нарисовали, рождаемся в 10 раз. Поэтому, как бы, вот, у философа эта задача объяснить, что у нас здесь происходит. Я по себе могу сказать, что на самом деле наблюдение за его картинами, это одно из самых сильных художественных переживаний в моей жизни, в тридцатья выставка. Я даже после этого ходил на большую выставку, на таком, на братском отделе в Манеже, где тоже он был представлен. Но его там картина одна висела под лестницей, вторая висела на ступеньках лестницы, в центре сборка Торцеба. И это впечатление они совершенно никого не производили. Вот. Такова, значит, ситуация. При всем при этом художникам могу сказать, что не является особенно дорогим. То есть, по-моему, там порядок величинца картина в районе десятков тысяч. Мне оказалось миллионам. Когда я копировался, нашел интернативную статью, что кого-то коллекционер воровали, выкурали картины на несколько миллионов, а потом эксперт говорит, ну, там, такие и такие художники пришли. Богомол, значит, он стоит гораздо дешевле, чем мы это пишем. Вот это, значит, таких несколько слов, которые следует нам сказать об этом авторе, авторе, потому что, по всей видимости, никто о нем не знает, вот кроме меня. Постолос не дружит. Вот из тех знакомых. Значит, и вот так. То есть, он для нашего художественного правления Петербурга и мира, на самом деле, лицо очень незначительное. Значит, я хочу обратить внимание, что у нас, по большому счету, до сих пор нет другой эстетической теории, чем теории, которая основана на представлениях Платона, если говорить о собственных теориях. Ну, в самом деле, мы говорим, что, говорим о каких-то родонаслаждениях, тогда, когда этого происшествует некий недостаток. Испытывающий жажду наслаждается, когда эту жажду италина. Что здесь интересно? Не то, что предыдущее страдание, обновешившееся наслаждением, в этом смысле, говорит, потом чувство наслаждения нет. А здесь нам интересно следующий факт, что у нас, как бы, наслаждение и страдание, оно приносится вне сознания. То есть, оно происходит, как бы так, снаружи. Ну, любой человек знает, что у человека долго-долго брит голова, голова, потом принимает таблетку цитрамона, и уже через час экстаз. Мы тоже понимаем, что есть сознание, но, как бы, источник наслаждения, он приходит до самого этого сознания. Поэтому, вслед за Платоном, хочется обратить наше внимание, наше внимание, точнее, на то, что, быть может, точно так же художественное наслаждение относится не относится, собственно, к сознанию, а приносится вне и до сознания. И сознание, грубо говоря, является здесь всего лишь терпелым. То есть, испытывая то, чего произошло как-то помимо и сбоку. Вспомним опять, значит, нашу теорию восприятия. Мы там видим очень интересную вещь, что у нас существует, как бы, два этапа. Первое, когда у нас есть некий поток данных. Ну, например, у нас идет поток по пучку нервов, этих пучков н, и по нему идет какого-то рода сигнала. С этим потоком идут сетчатки, там, н колбочек, то есть, очень много. С этим потоком надо разбираться. Первоначально сознание работает так, как некая аналоговая автомата преобразует его всего лишь несколько павок, как я говорил. То есть, проебор делает обобщенное преобразование. Почему обобщенное? Потому что его функциями являются синусы и косы. Сразу же стоит здесь заметить следующую вещь. Антон меня тогда сбил сразу же, а я на это не отреагировал, потому что я был занят другим. Помните, я говорил, что у нас в зависимости от происходящего распределение может быть по комбинациям функций. Ну, например, раньше раскладывались по синусам x, синус x, синус 2x, там еще одно, допустим, вот такое. А потом начали раскладываться по синус x, скажем, плюс синус 3x. Надо просто так удобнее было сделать. В этом, от счастья, этим и послабливается мода на музыку. Вдруг, представляете, да, ресурсом весь мир схватила какая-то мелодия, определенного рода стиль, и всем кажется, ох, какая она удивительная. А потом она проходит. Есть такая мода на женщину. Можно, я уже это говорил, можно превратить определенного рода тип красоты при, ну, при помощи манипуляции телевизора что-то. Ты все время показываешь, что раскладываться по синус x, плюс синус 3x, по таким, по таким, функциям и превращаешь вот этот тип красоты в как бы доминирующие. Ну, потому что тебе проще это как бы воспринимать. Тогда Антон сказал, ну, у тебя же, если ты будешь рассказывать по таким функциям, у тебя вся система функций, она изменится сразу же. Ты изменил их две. На самом деле не так, изменятся только вот эти. Потому что вторая функция будет вот такая, допустим. Все остальные функции вот эти наши останутся неизменными. Но это уже не Дилбертово пространство. Почему Дилбертово? Нет, там чистые синусы, косинусы. Нет, нет, нет. Дилбертово любое может быть. Вопрос в другом, что у тебя пропадут как самостоятельные функции синус. Ты не можешь сохранить синус x и синус 2x у меня пропадут. Только они и пропадут. Ну да, да. А все остальные не пропадут. Все остальные как бы ты взял в некую область и вылезал в эту самую же эту вещь. Но если ты не стремишься построить ортогональную систему? Она ортогональная. В смысле, ортогональная, да. Ортогональная. У тебя синус 2x эти функции будут ортогональны. И синус 4x они будут ортогональны. А, ну, окей, хорошо. Да, синус 5x. Вот это я и хочу сказать. Что тебе не надо измерить поток данных. Ты меняешь как бы две. Это просто... Но желающие могут меня в данный момент пропустить. Но мы видели, что у нас происходит два этапа. Первый этап. Когда есть некий поток, происходит прямое преобразование и мы видим наши знаменитые палки. твердое восприятие. А в другом, значит, мы видим эту ситуацию, раскладываем на какие-то аспекты. А в другом она была функцией двухмерных. И мы получаем перед собой замечательную картину. Мир наш. У него есть телевизор, люди, что-либо еще. Как нам Александр Владимирович Балзачок правильно указывает, я, к сожалению, когда ему уши этот эксперимент проводил, с теннисным мяччиком. С человеку, играющий в теннис, это можно поставить эксперимент, понимает в первую очередь, что он отбивает мяч, а потом уже дорисовывается картинка. Он сначала сыграл, отбил, а потом картинка дорисовалась. То есть здесь есть определенный рода временной промежуток. То есть мы оперируем миром, когда мы с ним мучаемся, до этой картинки. А картинка уже для сознания достраивается. В этом смысле можно сказать и вот это, как вы назвали эти Либбита, да, Павел Дольфович? Опыты Либбита, да. Опыты Либбита, они тоже об этом и заговорят. Первоначально у нас произошла, мы, как действие, реагируем вот на эти самые палки, на члены форио-преобразования, а картинку достраиваем потом. Именно в опыте Либбита этот факт по всей видимости и фиксируется. Только и там же вопрос в воле, когда мы решение... Нет, нет, решение мы понимаем вот здесь. Нет, психика вот здесь реагирует, а решение принимается апостериоре. Ну, что у вас в отношении? Я на днях наткнулся на коротенький ролик в Черниговской, которая рассказывала, что ей представили статейку, что за 30 секунд выяснили, значит, человека кладут в томограф и дают решать задачи. И тамограф реагирует за 30 секунд, показывает, что вот все, решена задача. И человек только через 30 секунд сообщает, а, да, я предпринял решение, вот, значит, вот такое. Ну, вот это, вот то, что они говорили. Она рассказывает, что я не поверила. Я стала писать. Спрашивала там, нет, говорит, вы S пропустили, M пропустили, миллисекунды. Говорит, нет, так и есть все. Значит, картину, которую у него в опыте Либбита описывается, она более многообразна, но в том числе она имеет отношение к этому. Мы видим, что у нас как бы происходит двухступенчатое разложение. Сначала упрощение путем обобщения по некому преобразованию, а в том, раскладывание в звуковую, в звуковую или видеокартину. И с этой точки зрения вот у нас господа, которые в комментариях пишут, завершают совершенно правильную вещь. Они говорят, мозг любит слушать аналоговый звук. Но на самом деле мозг любит аналоговый звук. Это что означает? Когда мы слушаем MP4, то у нас есть некий фильтр, который вырезает все наши частоты в области, которые как бы чувствуют наше сознание, видятся на наш слух. Но это на самом деле не так. Если у тебя здесь как бы приходит картинка, то она будет вот такой, допустим, какой-то, с MP-частотами, это все очень условно. А здесь у тебя накладывается определенного рода фильтр, она будет вот такой. Она будет маленького диаметра. То есть вот этот как бы кусок, у нас как бы в каком-то смысле он вырежется. Но это не означает, что наш мозг, то, что мозг называется, или как я предлагаю сказать, долг сознания, его не слышит. Он его слышит. А здесь вот такое метрость, это то, что мы воспринимаем сознательно. Отсюда тоже правило. Я уже заступался за аналоговое перед цифровым. Теперь надо заступиться за живой концерт перед MP4-5. Оказывается, это как бы совершенно не то, потому что мы когда идем на живой концерт допустим филармонию, для нас вот этот самый, то, что называется чистый лап, вот всякая штука, вот эта составляющая это очень важно. Точно так же и с картинками, быть может, у нас есть вот эта, значит, картинка, которая вырезается, которая тоже для нас важна. Я думаю, Глеб Богомолов бы со мной полностью бы не согласился. Конечно, для него, наверное, даже звучит оскорбительно, но я бы его живопись назвал живописью как бы невидимого. То есть то, что мы приходим и смотрим на его картины, мы его видим. Но вот здесь, в этом сознательном ситуации, мы отдать себе не можем. Так и с музыкой точно так же. И с музыкой, как бы музыка неслышимого, то есть мы ее слышим, как таковы, до сознания ее слышат, ее воспринимают. Но самое, значит, вот эта картинка вот в этом, до сознания, до самого собственного сознания, она не доходит. Но сознание опять здесь выступает, как я говорю, терпилой. Потому что, как и платонская теория наслаждения, здесь оказывается, что наслаждение, в том числе художественное наслаждение, она походит до, значит, самого восприятия. До него. Как бы поставляется, предлагается его осознать. То есть нужно нарисовать, что что-то происходит. еще один анализатор. Наслаждение вот здесь, оно сопровождает. Да, да. Не вот отсюда, сюда, а вот еще несколько, и вот сюда. Они просто совпадают, как бы нам выдаются в сознании, одновременно выдаются картинка, музыка или картина, либо другое восприятие, и параллельно нам подсовывается, что это хорошо. Ну, быть может, да. Ну, выделывается очень странная вещь. Они могут сказать, как это может быть, какой способ практики рисовать, то, что мы не видели. Но как раз Глеб Богомолов постоянно в своих теоретических работах апеллирует, значит, к тому, что мы наследуем иконописи в нашей школе. Мы во всем, во всем, во всем, во всем, во всем остальным вещам. И он это как бы вот он рисует. Ну, что казалось бы, у тебя картина, золотое на золотом. Здесь фон такой. Вот вот буквально фон. Откуда возникает удивительное художественное переживание, когда его вижу? А потому что вот за эти картины, я пытаюсь это сказать и сформулировать, вот настроен на второй план. Этот план возникает просто по наслаждению, по аналогии с наслаждением от икон. С иконами точно так же. Это Казанская, да? Да. Да. Ну, они все, да. Иконы, вот они точно так же пишут. Мы можем спросить, как, что? Я люблю вспоминать этот пример. Дмитрий Борисовна Переслегин, что в один раз, где-то в 15-16 веке в каком-то там в городе появился выдающийся хирург. У него были ученики. У него все выживали, он всех сделал. Были ученики. И ученики у него учились. Он учил держать скапель, привязывать больного наиболее жестким образом. Как вы знаете, хорошо. Залезированные больного на наркозе не нуждаются, да? Но тогда у них не было выхода просто. И делать многие остальные вещи. И они все это делали. То есть то знание, которое он передавал им национальным образом. Но больные у них все равно умирали. А помимо всего этого, человек, он делал какую-то совершенно бессмысленную вещь. Он приходил, каждый перед этим, перед каждой операцией, остановился под струю водопада и под холодной водой с молитвой держался на инструменты руки. Это же чушь. Кому нужно, значит, держать эти руки под водой, читать какую-то молитву? Надо правильно оперировать, надо что-либо делать. Но и никто не умирал. А почему? Потому что был некий невидимый мир, о котором тогда люди не подозревали. И по большому счету он занимался тем, что он занимался дезинфекцией. И издражение все умирали. Да, это уже позже, да. Это еще 19 веке. Не очень понятно, почему здесь последний пример, на самом деле. Ну, да. Нет, понятно. Понятно, точно. На самом деле, то, что ты ей рассказываешь, это же данная тема, которую я уже много раз пытался обсуждать. Она как-то всегда проходит как-то с этими вопросами, такими недоумениями. А она состоит просто то, что человек – это не один субъект. То, что тут нарисовано, даже вот здесь, то, что нарисовано, оно просто указывает, что субъект, как много, то, что можно было бы назвать субъектом. Что такое субъект? Это причина действия, или там источник действия. Это вот источник того действия один, источник нашего слушания музыки. Вот он какой-то один, как бы, а реагирование на него, это другой субъект. Это просто как бы одна иллюстрация дополнительная, потому что классические представления о том, что человек есть, это односубъектное существо, он просто что-то неверно, да, это как бы здесь, что мы услышим глубое приближение, то есть выше запроса. И то, что там вот это все нет, то, что это раздваивается, в этом ничего такого субъекта. Нет, но она же не раздваивается. Все наши автоматизмы, все наши автоматизмы просто указывают на то, что мы очень много делаем действий, которые никак сознательно не контролируют здесь и сейчас. Хотя на самом деле, когда-то мы этому научились, мы долго и упорно, специально, как бы сознательно, это что-то это делали. Но это схема не про это. Нет, я не говорю не про схему, я говорю, что в данном случае просто инфрация как бы многосубъектности. Она просто противоречит классическим флотцам, то есть разум стоит. Платон здесь вообще не причем. Платон, просто вообще не причем здесь Платон. Что Платон уже как раз один из классиков, потому что не дали, как было бы человека так разводить, расстроить и так далее. Единственное, что я бы сказал, что это касается всего искусства, а не конкретно одного художника. Что когда идет, то есть если нам подсовывают просто картинку, картинку, то у нас, ну скажем, на входе, вот она обрабатывается, появились наши черточки, потом сознание нарисовался, и мы не воспринимаем ничего, кроме того, что вот воспринимаем то, что нам положено. Если это художественный образ, то идет еще какой-то второй фильтр, и он нам параллельно выдает в сознании параллельно с этим еще нечто эмоциональное. Ну вот это вопрос, это вопрос. Значит, сразу же скажу, почему здесь этот пример. Потому что мы же знаем, что, вот пример про хирурга, он состоял в том, что, как бы, есть некий вид духовной практики, которую люди используют, скажем, при написании икон, когда они долго постели, что-то еще делают. По всей видимости, в каком-то смысле, трудно там, иррациональное основание, это способ подготовить к тому, что они могли бы рисовать то, чего как бы сами по большому счету не видели. Вот я на слово. Но это в искусстве во всем искусстве. В любом случае, если ты можешь словами передать содержание, полностью исчерпать, то это не искусство. Искусство появляется тогда, когда есть некий плюс, плюс эмоциональный, или даже, может быть, понятийный какой-то плюс, который ты не можешь сформулировать. Вот ты видишь, все вроде как, все нормально, а тебя прет. Вот я не совсем тоже с этим согласен, потому что вот эту самую ситуацию надо отличать от ситуации, скажем, ингрессионизма. Ингрессионизм тоже, девочка, собирающая пельсинги, там, или что-либо еще. Какая-то картина Ренуара. Там, да, что-то сделано с краски, таким образом, что мы испытываем определенного года художественное переживание. Но это художественное переживание как бы по эту границу мира. Вот оно прямо здесь. Ну вот, не знаю, вот еще остаться нет, тоже ходили когда-то на выставку, потом он стал главным героем-министром России, Пухналев, недавно скончался. Вот там тоже, там, по большому счету, нарисована графика, будка, дождь, и там красный телефонный аппарат, и дверь, наклонившись от этой будки. Форма одиночества, форма чего-то, она передается. Но является ли то, что пишет Пухналев, как бы, вот нам, как этой системе, за пределами этого, не является. Это просто вот такое нечеловеческое искусство художника на фоне вот графики передать такое новое впечатление. Парадоксально то, что ты вот этим, как бы, примером, вот, с искусством и конкретно с этим переживанием прекрасного, ты, как бы, по сути, опровергаешь свою теорию. Потому что, получается, у тебя как? Сначала есть некий сигнал поступающий, он распадывается с помощью этого обобщенного фурьера преобразования. Как ты говорил нам раньше, вот, этот организм, он ничего, кроме вот этих получившихся палок, тех, которые вот он, он, как бы, обрезал, там, энное количество, все остальное он отбросил. Вот. То есть, уже на этапе фурьера преобразования ты должен потерять все. Каким образом у тебя, почему у тебя субъект переживания, да, я не понимаю, почему субъект переживания у тебя более богатый, чем... Здесь, здесь у тебя палки теряются, теряются, если ты правильно говоришь. Ну, и здесь тоже у тебя что-то теряется. А здесь каким образом? Что-то умножается на 0. И тут вот эти синусы с различного... То есть, вопрос тогда такой, смотри, так, ты пропал тут, да? Это реальный способ. Нет, 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 когда мы не видим пыль... Это ведь странно, странно, почему? Когда мы не видим пыль, мы не видим именно здесь. Здесь мы ее видим, пыль. Мы глазки закрываем, когда у нас пыль летит в глаза. Здесь мы ее видим, вот она, ты выполнилась, вот эта самая штука. А не видим мы ее здесь. Хопа, ЛСД. Видим? Но вопрос был не о том, я понял. Вопрос, вопрос, почему, почему, как бы, субъект переживания, который воспринимает сигнал и у нас рождаются какие-то чувства, переживания, почему он, как бы, способен более богатую информацию воспринимать, нежели, вот, субъект восприятия вот эта картинка. Дипа, дремка у нас. Да, просто туда, туда. Сейчас я немножко попытаюсь уточнить. А я просто еще добавлю на самом деле, как бы, что-то мы никогда не удивляемся, что, например, наш словарь, когда мы читаем книги и узнаем слова, один имеет размер, он наиболее богатый. Словарь, когда мы говорим, он меньше. И словарь, который мы используем, когда воспринимаем чужую речь, ищем, он еще какой-то текст. То есть, казалось бы, одна и та же казалось бы функция, восприятие, текста, либо речи и прочее. Но на самом деле они у нас осуществлены как три различных функции. Антон, сачок. Как три различных сучки. Сачок. Почему сачок? Да ничего, он тут пять минут передал. Ну, говорить, ничего страшного, но там в это время пишут, нормально. все это это. Антон, смотри, вот этот фильтр, скажем, преобразователь аналога, который выдает, он берет у нас, скажем, контур. Взял контур, преобразовал, и вот здесь, вот здесь, мы этот же контур получили уже в сознании. Но у нас же есть еще другие преобразователи, которые улавливают то, вот та же эмоциональная, скажем, я эмоционально не образован, я эмоционально глух, у меня никогда вот этого не получится. Почему? Потому что у меня нет специального, еще от какого-то преобразователя аналогового, то есть, который улавливает, скажем, уже картинку целиком, плюс, есть опыт, мой зрительный, опыт эстетический какой-то, который уже сформировал новый, он получает сюда, и вот здесь выдает, здесь тоже, скажем, какую-то картинку своей палочки, и он выдает сюда. Так вот, вот здесь у кого-то возникнет вот это, а у кого-то не возникнет параллельно. То есть, здесь два разных преобразования. На вход у нас поступает, огромное количество данных. Но я же рассказывал, что это вопрос случайный, она висит там, где-то неудачное угры не возникает, это висит как-то... Нет, это уже вопрос психологический. сейчас мы говорим, сейчас мы говорим, была, сейчас мы говорим о конкретной ситуации. Я стою перед картины, и я торчу. И отдависимо от того, что... Конечно, так бывает всегда. Все приборы так работают? Почему здесь все? Человек так работает. Человек так работает. То есть сознание у вас, вот единственное здесь, это все до сознания происходит. Человек так работает. Это означает, что автоматически должно срабатывать, как автомат. На гориллу, которая появилась между людьми, когда-то сработает, когда-то не сработает. Причем, он всегда сработает, но если есть гипервнимание какое-то, то вот это не пройдет. Ну хорошо, тогда вопрос... То есть, Выланд, вариант вот, ответ на вопрос, когда висит рядом с лестницей. Вот это работает, вот это работает, а вот здесь не проходит создание. Мой вопрос об этом meisten, почему придумают такую сложную схему, если все это как бы иногда работает, иногда не работает? Выланд, это потому, что у нас иногда работает, а иногда не работает. Если бы всегда работал, так бы придумали простую схему. Я просто могу еще более простую схему. У нас внутри сидит Бог. Он когда надо, все включается, сейчас я отвечал на конкретный вопрос за это время появился второй конкретный вопрос следующий смотрите хорошо предположим у нас действительно есть несколько таких систем преобразования систем фильтров есть один используется для того чтобы строить картинку визуальную причем другой там улавливает что-то еще и мы переживаем вопрос следующем вопрос воспоминаний вот если мы что-то у нас был какой-то опыт эстетический да действительно предположим что переживание запаздывает по отношению к восприятию сначала восприняли что-то вот пережили не восприятие а картинка запаздывает по отношению к переживанию будет так правильно цирить переживания совпадает картины месеха знания ну а вдруг но результат как бы да результат совпадает но-то он не проистекает да то есть они и идут параллельнымиera пути против они как бы независимо даже независимо строится картинка независимо строится вот не независимо получается мэр зоната окраска переживания эмоциональная краска не совсем на Ну, понятно, хорошо. То есть нет вот этой стрелочки вертикальной, да, то есть не из картинки происходит? Да, да, да. Предположили такое. А теперь смотрите, что у нас остается при этом в воспоминании о некотором вот таком эстетическом переживании? Связь их. То есть вообще, это моя теория, что все сознание нужно только для памяти. Только для памяти. Хорошо, так вот когда мы вспоминаем потом, допустим, какую-то картину, да, мы не можем вспомнить, вот вспоминая картину, мы не можем вспомнить того, что как было вне картинки, вот именно, вне построения. Мы вспоминаем именно картинку, образ визуальный. То есть в этой схеме у нас не хватает еще одного блока, это память. А вот это объединенное у нас уходит в память. Объединенное в каком смысле? Нет, картинка создания, которая нам дана сейчас, она нужна для того, чтобы мы завтра вспомнили, вот о чем мы говорили. У нас было много чего, о чем мы не реагировали. Получается странная ситуация. Первичное восприятие, хотя может и не странное, то есть это может быть интересный факт, когда мы первый раз воспринимаем произведение искусства, мы переживаем из-за того, что ощущаем нечто, что не попадает в нашу картинку, что-то вот невидимое, да, мы его воспринимаем, и это дает нам эстетические переживания. Потом же, когда мы, допустим, по прошествии времени вспоминаем, вот, об этой картине, мы ее не видим непосредственно, а вспоминаем, у нас выхолощенный такой опыт. Мы вспоминаем картинку и вспоминаем свое восприятие, но при этом, как бы, эта связь, она чисто автоматическая, и, собственно, эстетического переживания, как вы считаете, у нас нет. Выхолощенная, да. Нет, может быть, бывают люди, которые могут себя вести в то же состояние, но в общем случае, конечно, Ну, я-то считаю, что вы... Рембранд, ну, видите, мне бы сейчас... Ну, это интересный вопрос. Исходя из нового, как бы, знания, было бы полезно походить и на все это воочию посмотреть. Ну, вот я сейчас хожу плохо и стою тоже плохо. Вот. Рембранд, у них вот всякое наслаждение. Вот здесь, в уровне сознания, картинка. Ну, что-нибудь там такого. Леонардо да Винчи, еще чего-нибудь, я говорю, Банчо. Вот. А вот с подобного рода, с невидимым, по всей видимости, ну, может, помимо Глеба Гогомолова, еще кто-то может работать. Но, безусловно, работают серьезные ковры. Вот они так и работают, по всей видимости. Как к этому отнестись в области экономических споров и всего этого прочего. Там же была как-то эта система была разработана или опробирована. Это было бы интересно, я просто почти ничего об этом не знаю. Просто можно вернуться к звуку тогда, к вопросу. Да, я забыл, пока я не забыл еще сказать. Ну, здесь есть, конечно, и очень пошлое следствие. Мы же понимаем, что у нас как бы три чувства нам достраивают эту пространственную картинку, не форма является. То есть это для слуха, зрения и осязания. А нюх и вкус эту картинку не достраивают. Вот это у меня палок. Вот такое у меня ощущение есть. Ну, тогда понятно, что где-то... А в психологии там уже и 30, и 60, там много ощущений. Ну, хорошо. Каких-то чувств. Ну, да, таких, которые отвечают за что-то. Ощущения. Ну, вот. Чувств, значит. Ну, вот из добрых чувств, которых 5 чувств, да, по-моему, для штанга. Ну, я что хочу заметить. У нас есть тогда ощущение вкуса, которое работает, по крайней мере, вот с нашими настоящими палками. И, как ни странно, Эммануил Кант оказывается совершенно прав, который сначала написал критику эстетической сосудости и суждения, а после этого хотел написать книгарную книгу. Да, по большому счету. Оказывается, что искусство кулинарии выше, чем живопись, поэзия, театр и что-либо еще. Потому что это настоящее чистое искусство, которое адресуется к самому некому первичному опыту. Именно оно. Поэтому Кант вот в этом смысле абсолютно прав. У нас получается книга о вкусной здоровой пищи в исполнении Канта и живопись иконописцев, ну, достаточно раннего периода, ну, скажем так, точно уже до века 18-го. Ну, Мурцковская школа живопись, допустим, Каньки еще достаточно тренинг, ну и Глеб Богомола, безусловно, которым как бы наследует Витя Насан. Ну, даже в 21-м году. Пишут, он, наверное, в 12-м. По-моему, года 31-го. Хорошо. Вопрос по музыке тогда исходили. Да? Глядя на всю эту картину. С музыкой, может быть, так же. Ладно, давай, давай. Глядя на всю эту картину, так и хочется то, что находится справа, назвать сознанием, а то, что находится слева, назвать бессознание. Тебя? Да. Нет, мне не нравится бессознатель, я бы назвал его досознанием. 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 Именно то, что вот как бы ту картинку, которую мы видим, которая у нас в сознании возникает как нечто законченное, вполне конкретное, определенное, и то, что некое смутное переживание чего-то неявного, на что указать, не получается, некий такой эффект при соприкосновении с кем-нибудь художественным произведением. Потому что, скажем, если брать вообще вот как бы современное искусство, которое не только к богомолову относится, скажем, еще такой есть художник, как Ханс Бельмер. Вот. У него есть такие интересные фигуры. Это куклы в разных непонятных позах с разными конечностями, частями тела, которые вызывают некое такое переживание жуткого. Несмотря на то, что ничего как бы жуткого в самих изображениях нет, это просто некие, именно, как такие куклы. Именно вот некое сопутствующее чувство приводит вот к тому переживанию некому жуткого. Именно потому, что самая, ну, скажем так, некая форма подачи их какой-то... Ну, вот это надо отличать от живописи от типа Охналёва или от импрессионистов. У импрессионистов, да, сильное впечатление, как именно произвело. Но это как бы впечатление по эту сторону сознания, а не друг. Вот в чем дело. Вполне возможно, что тоже по эту сторону. Возможно, еще наслаждение внутри сознания. Поэтому здесь... Поплотили еще усложнение было, да? Нет, наслаждение только внутри сознания. Нет, я имею в виду, вот было наслаждение, которое параллельно, просто сознание выходило. А так еще возможно, что сначала сознание все восприняло, а потом... Да, то есть есть параллельно инициировало наслаждение. Есть наслаждение, инициировало наслаждение. Да, да. А, то есть все-таки есть. Картина все... блоков все больше и больше и больше. Давай, так, сейчас еще больше я нарисую. Отход блоки называется. То есть еще возникнет нуждами, еще один нужд. Давайте картина туда полностью дополняем. Значит, это у нас называется... Аналоговая акция, нет, аналоговая цифровая. АЦП. Это АЦП, да? Вот это? Нет. АЦП вообще нету. Ну ладно, хорошо, то есть здесь мы не дорисовали у нас блок, который, скажем, вот эти сигналы преобразует в аналогов. И какую-то вот картинку, да? Вот, и существенно еще вот тут у нас память попадает не вот это, а в память у нас попадает вот это. То есть в памяти у нас хранятся черточки. Черточки. Когда мы извлекаем, мы эти черточки пропускаем через вот этот блок. Этот блок подвижный, подвижный, зависит от текущего нашего состояния. И поэтому, если мы в разном состоянии вспоминаем старое, мы вспомним по-разному. И очень много проводилось экспериментов в психологии, когда студентам на первом курсе просили, опишите какое-то событие. Вот, они описывают, описывают. Потом, через три года, опишите, они там черт знает, что пишут. С точностью, да наоборот. То есть это значит, что вот у них палочки сохранились, но они сами изменились. Вот этот блок преобразования палочек изменился, и они их извлекая, получают совсем другую картинку сознания. То есть вот для чего это сделано? То есть если бы, если бы это был обычный автомат, обычный автомат, тогда бы вот это должно было бы записываться прямо в памяти. Представляете, какой объем данных там бы хранился? Это невозможно. Это невозможно. Поэтому память хранится вот этим черточком. Да, несколько штучек, да. Несколько штучек хранятся. И для того, чтобы извлечь из памяти опять в сознание, оно пропускается через блок преобразования этих черточек в аналоговую картину, в сознание. Вот величность тогда, да? Вот это. Сознание для чего нужно? Сознание нужно для памяти. Но это как-то странно. Да, Гулат, допустим. Я вот часто привожу это. Гулат, обожди, а то я поясню. Для чего? Вот вспоминаем опять типовой опыт. Зачем вспоминать? Вспоминаем опять типовой опыт с пропаданием стола при гипнозе. Если человек действует, не натыкаясь на этот стул, это значит, что у него вот эти палочки есть, и они сразу... То есть понятие запрет у вас вот такой... Да при чем здесь запрет? Да при чем здесь запрет? Да просто очень, если поднимать... Да мы запрещаем. У нас есть запрет. Зачем мы слова будем смотреть? По-моему, у Александра сейчас будет ошибка. Давай дослушаем. Да, Александр. То есть есть для чего мне нужен стол в сознании? Чтобы я завтра вспомнил, что он был. Если я не вспомню, что он был, то мне не нужно сознание. Так вот, получается, что если у вас память записывается после преобразования туда, не доходя до сознания, то вы с такой, как помните... Да, ошибка, ошибка, нет, ошибка. Дело в том, что, скажем так, записываются... Отход нового... Нет, 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 записываются черточки, но записываются именно те черточки, которые создавали создание. Это непонятно. Ну, скажем так... Ты не видишь, что я не помню. Да, вот стол. У меня столу соответствует вот набор черточек, да? Если я его вижу, если он прошел это преобразование, то эти черточки и записались. То есть, вот это записать невозможно. Вот это вот записать, всю нашу картинку записать невозможно. Нет, вы сейчас показываете на переживания, нет? Нет, я показал всю картинку. А, картинку. На всю картинку. То есть, вот эта картинка сознания. Человеку-то зачем сознание, если можно прибор создать, у которого сознания не будет, а то все будет так записывать, и на следующий день точно так же все. Все, первоизводитесь, и надо, чтобы вовсе положить. Дело в том, что мы в сознании, оно довольно сложно. Для памяти. Вот эта игра, это странно, так сказать. Это странно. Хорошо, странно. Рядом прибор стоит, точно такой же. Ему сознание не нужно, но все то же самое. Дело в том, что прибор, вот этот прибор, он фиксирует все, что в него попало, без всякого выборочного. Нет, ну, Булат имеет в виду другое. Можно с помощью таких преобразований, фильтров, понять, что будет строиться в картинке. Вот, как только вы поняли, что попадает в картинку, а что не попадает, можно использовать эту информацию для того, чтобы сохранить в памяти то, что как бы должно попасть. Но саму картинку можно не рисовать. И никому ее можно не воспринимать. Да, да. Но Фихта так и говорит. Вот, конечно, мы рисуем. Фихта так и говорит, что, значит, что когда мы воображаем себе другого, мы рисуем трюмой. Другой, многогольник мы рисуем. Да нет, ведь зачем вообще тогда мы все это рисуем, картинку в трюмой? Зачем? Зачем природа пошла по этому пути? Это же не просто так, что случайно ошиблась. Зачем-то уже не для памяти нам сознание нужно. Иначе было бы странно. У нас много приборов, которые для памяти работают. Им никакое сознание не нужно. Ну, не знаю. Есть гипотеза такая, что в принципе, действительно, то есть если мы себе... Попробую по поводу памяти, я отвечу так. Если мы спросим себя, что у нас есть в памяти, то, что мы можем вспомнить, только то, что было дано в сознании? Нет. Отнюдь. То, что мы можем вспомнить нормально. То есть не без гипноза и без каких-то тренингов. Отнюдь. Как раз-таки есть ряд экспериментов, которые покажут, что люди иногда могут вспоминать тех вещей, которых реальности не было. Это нет. Поэтому что такое память-то? Когда вы говорите о том, что мы что-то вспоминаем, вопрос, а мы вспоминаем то, что было, или то, что вот как бы придумалось условиями, и это вопрос. То, что действительно мы иногда, да, действительно, о большое количество опытов показывает, что мы можем извлечь в памяти, скажем, такие черточки, которые туда не попадали. Не попадали. Да. Это можно списать на, как бы, неоднозначность памяти, на какие-то процессы пропадания, всплывания. Но, скажем так... Это живой процесс работы. Что-то, ну ладно, сейчас вырисовывается картинка. Но, ну скажем, всяких пограничных эффектов много. Но, действительно, вот если я сейчас отвернусь и начну вспоминать, я могу вспомнить только то, что мне было в сознании. Я ничего не могу вспомнить, чего не было в сознании. Вот то, что... Вы можете сон вспомнить? Его не было в сознании. Было в сознании, как же. Сон-то в сознании. Вот те же счеты. Ну ладно, это все отход. Для чего нам нужно сознание? Подожди. Для чего нам нужно сознание? Это все отход. Смотрите, хорошо бы, если бы вы так рассуждали, что все параллельно идет. Идет параллельно восприятие, там, звука, не знаю, там, там, информации, там, не знаю, еще куда-то там, осязательные и прочее, там, наслаждение идет, там, параллельно. Сорвались языка. Очень ту мысль, которую сейчас я хотел дальше продолжить. Сознание нам еще возможно, возможно, нужно. Есть такая даже теория сценического пространства, что на нем все собирается. То есть у нас есть огромное количество вот этих анализаторов, есть ментальные, есть этические, духовные. Рабочий стол. Рабочий стол. Да, концепция рабочего стола, касса, да. Ну, то есть, да, что... И для памяти, по крайней мере. Но, опять же, этот рабочий стол можно собрать и не показывать. Зачем? Смотрите, это важно для того, чтобы звук соответствовал видеоизображению, и там, осязатель соответствовал и так далее. да, то есть, без, не понимаешь, то есть, вот этот весь механизм, который у нас предсознательный, он все собирает вместе, согласовывает и выдает эту картинку. Нет, он заранее согласовывает или все-таки сознание согласовывает? Нет, сознание ничего не согласовывает. Сознание – это картинка. То есть у вас сознание – это чисто, пассивно воспринимательное? Да, да, да. Ну, вот это как бы, опять же... нет, ну ладно, мы сейчас не будем сходить, вероятно в целом. Просто еще раз говорю, вы сами говорите, что запоминается только то, что проходит через сознание. Да. То есть уже сознание не пассивно воспринимательное, это как бы активный, в жизни процессор. Нет, сознание само не говорит, запомни чего-то. Нет, он не может не говорить, но он как бы, именно он санкционирует, это запомни. Не санкционирует. Там стоит другой автомат, который санкционирует. Другой автомат. Другой фильтр, да. Там же говорит, не ничего. Я бы просто сказал, что сознание – это ничто иное, как вот контур как-то обратной связи. Мало ли что, мы вас принимаем. В этой схеме это не так. Именно сознание корректирует, что надо как бы улучшить, уменьшить, добавить. Причем, как бы иначе, было бы возможно научение, по-вашему? Булат. Как возможно было бы научение? Булат. Мы просто используем слово сознание в разных смыслах. Поэтому, я понимаю, что у вас самое главное пока мне возражение, что мы говорим на разных языках. Я говорю на марсианском. Да нет, мы просто слово сознание называем разные понятия. Да не называем разные понятия. Я сейчас чисто в вашем терминологии. Не называю чисто в вашем терминологии. Вот я вот в этой терминологии называю. То, что как бы собирает там или, не знаю, стоит после восприятия. Ну, во всяком случае, здесь вопрос действительно состоит в том, что пока вот этот механизм перестройки вот этих фильтров, почему надо бы переразложить, по другому новому базису, да, чтобы что-то, что не попадало, допустим, в картинку и, соответственно, не попадало в память. Допустим, моющиеся руки, да, вот эти вот товарищи. Чтобы оно таки попало. В какой-то момент организм должен, так сказать, научиться перестроить. Вот где здесь этот механизм? Есть механизм внимания. Вот его отдельно нужно сделать. Механизм внимания. На чем мы можем заострить внимание и вот то, то тогда... Не просто внимание, понимаете, вот именно перестройка базис. Нет. Первое – это внимание. То есть обратить внимание на что-то, то, что у нас есть в сознании. Дальше, при повторении и постоянном обучении обращения внимания на какое-то действие, оно строит новый фильтр, новый базис подстраивает. Я не знаю, как их термология. Да, действительно, перестройка базиса. Нет, что да, что да, она нужна, но ее здесь нет пока. Нет, ну здесь же здесь много чего нет. Здесь здесь нужно рисовать. Я же говорил, что она есть. Но сознание, именно этот, тот рабочий способ. Булак сейчас предлагает для того, чтобы... Давайте так сначала. Сознание в моем понимании. Как вы добавляете, потому что вы говорите там, потом спорите, что вы... Нет, Булак. Сознание в том смысле, о котором мы здесь говорим сейчас. Не в другом. Сознание. То есть сознанием мы называем вот эту картинку, в которой реализуется наша деятельность. Вот если я реализую какую-то деятельность, я что-то делаю, это я делаю сознание. Ну, так и получается вопрос научения. Как возможно научение, если сознание чисто и пассивно воспринимается? Ну, так это нормально. Как? Ну, где обратная связь? Ну, вот мы и говорим об этом. Кто реализирует перестройку базиса? Вы по-другому понимаете сознание. Конечно. Вы сами сейчас сказали, что в пространстве сознания мы как-то там концентрируем внимание на чем-то. То есть явно вот это само научение, это обратная связь, она действительно должна быть связана. По вашим же словам. Да. Вот. Но вы почему-то выступаете против Риха Булака. Нет, против. Я выступаю против наделения картинки активностью. Картинка не имеет активности. Вот стены на меня не давят. Картинка никак не имеет. Сознание это что, картинка? Да, картинка, сознание. Я называю картинку. Вот вот эту картинку я называю сознанием. Ну, хорошо. А почему, а чья активность внимания тогда? Давайте так вот. То есть, чье внимание вот куда-то там обращается. Нельзя ли его как бы добавить вот к картинке. Вот здесь картинка и воспринимающую картинку. И они друг без друга не существуют как мысли. Вот это ваше понимание си动ограф это сознание. Нет, мы просто понимаем, что без воспринимающего gesprochen, я имею в виду eben. Нет, нет, нет. Мы понимаем, да, как философы немножко, что без воспринимающего картинка как картинка не существует. Она существует всё так же, как набор каких-то сигналов. Да, чтобы она существовала как картинка, должен быть тот, кто на нее смотрит. Мы это уже обсуждали в прошлый раз, соответственно, и он обращает внимание. Да, и это очень сложный вопрос. Мы не можем сказать, кто этот. Не-не-не, мы говорим сейчас не о том, чтобы сказать, кто этот. Мы говорим, что, почему прав Булат, на мой взгляд, потому что он говорит, нельзя отрывать одно от другого, нельзя говорить про картинку саму по себе, без того, кто на нее смотрит, потому что картинка сама по себе, это, как бы... Я согласен, я согласен. И поэтому он предлагает, давайте называть сознанием комплекс вместе, отношение того, кто смотрит, непонятно. Я могу сказать так, что есть субъект, и есть картинка, которая ему дана. Давайте наделять субъекту активность, а не картинку. Это никто тут не спорит, наверное. Тут никто не спорит, поэтому чист технологический спор. Субъект включать в сознание. Александр, вы сказали про слоу, про слоу, иметь сознание. Да, да. Ну это же как будто, что тут говорить, у вас... Ну Булат, ну зачем же утрировать? Субъекта, 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 субъекта. Было такое сложное. Зачем переводить разговор в терминологический спор? Это не вы, те переводите, это просто не соответствует тому, что называется сознанием. В вашем понимании. Нет. Я в прошлом рассказал, что это не так просто с терминологическим спором. Для вас обоих важно отстоять от слова сознания. Не то, что вы столько лет спорите об этом, это только в очередной раз подтверждает, что вы не можете договориться со словами и не надеетесь, что это у вас получится. Давайте нас по. Я говорю, что это не феномен сознания? Вот сейчас нет никакого феномена сознания. Но вот видите, у вас это все так и нет. Бога нет. Ну, Булат, вы знаете слово феномен, что он значит? Знаю, знаю. Это явление. То, что нам дано. Если сознание нам не дано. Нет, феномен называется нечто как-то. Почему? Есть феномен в сознании. Чувствую. Стоп, стоп, стоп. Он феномен, как души. Некая область, в которой мы слились. Ладно, давайте здесь мы можем продолжить. Я единственный вопрос. Я наспор. Булат начнет рассказывать про сознание, я перейду на его язык и буду разговаривать на его языке. На его термин. Он же не может признать, что есть другое что-то. Чуть не могу я бы... Не может. Это неправильно. Это неправильно. Александр, все ваши разразились о свойствах, что я что-то не понимаю. Ну, как есть, так как же. Хорошо, хорошо. Я не понимаю. Так, у меня есть вопрос к Игору. Вот смотри, Игорь. Казалось бы... Вы, по-моему, говорят, шустрели, как мы, что все вот так вот так. Анток-гипотеза, новый блок рисовать и так далее. Казалось бы, вот эта теория эстетического должна быть в первую очередь приведена действительно не к живописи, а к музыке. Почему? Потому что в музыке мы видим наглядно эту ситуацию, различие между некой данностью произведения и между его воспроизведением, то есть музыка вот играет, допустим, да, и с одной стороны, и между его, скажем так, записью. Вот, то есть можно записать произведение музыкальное в нотах, причем как бы оно в таком виде и существует, каждый исполнитель берет его, кладет там... Как хочет обрабатывать, да. Вот, что интересно, как бы вот мнение-то расходится, где, собственно, произведение искусства, оно вот в момент исполнения существует или оно существует в нотах? Что интересно, из твоей теории должно следовать только один, по-моему, вывод, что только когда вот оно исполняется, оно, собственно, и может распространяться статистически. Но факт состоит в том, что, скажем, какой-то достаточно продвинутый в музыке человек, вот, не тратя бесконечное количество времени, просто посмотрев на ноты, не воспроизводя в уме, потому что невозможно оркестр воспроизводя. Воспроизводя, точно воспроизводя. То есть, если он оценивает художественную ценность музыки... Был хороший фильм со Смутановски-Болгарски, не помню, как называется, про это. Он, там, девушка была... Я бы фильмам не доверял. Нет, дать я знаю, я музыкальный сидень. У Саши это... Сын лучший офис мира. Слушают, слушают. Вот они слушают. У Саши сцены лучший офис мира. Так, ну вот это и вопрос. Смотрите, смотрите, получается, что вы... Вот что такое ноты? Это фактически вот эти палки, палки, в которых, ну вот эти вот... Это система записи, да, в которой даны только очень простые отношения высот. Пропал весь тембр, пропала вся фактичность. Человек воспроизводит. Так вот, вопрос. Читая, то он слышит... В тембре совсем очень много. Вот вопрос, как бы, да, тогда, в чем проблема? Почему мы не можем воспоминания любое, да? То есть вот в памяти у вас, в памяти записаны вот эти вот ограниченные палки. Ну, фактически ноты у вас записаны. Код какой-то, код. Да, вот, когда вы воспроизводите вот картинку, да, по памяти из сознания, да, вот, то есть у вас, как мы установили, это суррогат эстетического переживания. Вы, как бы, воспроизвели только то, что, как бы, видели, и не можете дополнить это вот этим невидимым. Здесь же, имея ноты перед глазами, вы можете в уме это все проиграть. То есть вы можете дополнить, не имея инструмента, не имея, а каким образом? Откуда берется вот это все дополнительное? Антон, я же не отрицаю, что есть музыка слышимого, да, есть живопись видимого, как ни странно. Но есть, помимо всего этого, я полагаю, что и другая, как бы, и музыка не слышала, не знаю, не могу подобрать ее мне, вполне возможно. Ну, и то есть произведение музыкально, когда человек садится, а и сколько-то минут сидит. Нет, это другое, это понятно. Нет, это другая. Музыка, кстати, музыка, здесь гораздо интереснее еще есть момент, что, когда у нас картинка, и мы прогоняем ее через фильм, мы понимаем, что это некий объем времени. Ну да, да, да. Музыка у нас, если мы начнем вот наше эстетическое наслаждение, вот там этот M, да, он соответствует по времени одной ноте. То есть как получается так, что прослышанное на длительном промежутке времени состыкуется в один момент? Ну, там еще и преобразование по времени есть, конечно. Да, то есть, опять же, мы накапливаем это M, прослушиваем музыку, они накапливаются, потом соединяются каким-то образом. И, кстати, мы с этим сравнимо точно так, вы же знаете, что у нас за расчет все время двигается, а потом резко тоже. Резко обратно скидывается вот так. То есть там, конечно, если преобразование по времени, это тоже бесспорно. Но я хочу сказать, что помимо, вполне возможно, что действительно есть, есть где-то музыку, ее можно верно найти. Ну вот нам, уважаемые господа, звукооператоры, скажем, на среднем стаже, рассказывают про ламповый звук. Я с ним согласен здесь, вот в комментариях, что действительно мозг любит слушать. Я даже издеваюсь. Это, в общем-то, это любимая байка, как бы, да. Ну, это теплый ламповый звук. Тебе телевизор скоро придутся про ламповых девушек расскажут. Тебе ламповый звук набери в интернете, и ты увидишь, это просто байк про любителей, как бы, хорошей музыки, которые специально подбирают на лампах, потому что там лампы теплые. Берут и слушают провода. Да, вот, такова ситуация. Ты говоришь, это стел. Ну, нет, нет, это просто желание, как бы, все маргинальное притянуть к докладу. Вот, точно так же, по всей видимости, и существует, и трудно улавливаемое, только на уровне художественного переживания, и живописи невидимого, которую не надо путать ни с классической живописью, ни с импрессионизмом, ни с что-либо еще. Не надо путать ее из этой живописи, скажем, Пикассо. Пикассо чего делает? Он берет, как бы, образ, разбирает на его составляющих, поэтому у нас в одном месте шляпа в другом, ну и так далее. Вот это самая ситуация. Здесь речь идет о другом. Как они к этому достигают, как ему это удается сделать, это непонятно. По всей видимости, что-то, какой-то эксперимент, не продающийся рациональным путем. Ну, как-то все очень так... Вот смотри... Ну, очень сложно говорить о живописи невидимого. Нет, на самом деле, вот что такое, вот если бы я услышал живопись невидимого, да, и мне предложили бы просто фразу, да, мне предложили бы предположить, что там хотят в этом докладе рассказать, да. Я бы сказал, что, наверное, грамотные люди будут говорить о следующем, что есть, ну, скажем так, есть способы передачи информации, передать то, что ты передаешь, вот именно представлением того. Ну, вот у тебя есть нечто, ты хочешь, допустим, рассказать про стол, ты показываешь стол, да. А есть способ передачи, задействующий отрицание. То есть, скажем, ты показываешь, и в некотором ряду что-то отсутствует. И вот то, что отсутствует, оно тоже обращает на себя внимание. Если ты знаешь, я тоже оглядываю в КМО, это так вот. Нет, но это другая история. Это как бы для того, чтобы этот механизм работал, должна быть вот именно развернута уже система, ну, как вот, допустим, система языка, в которой есть все слова и какое-то слово пропущено, понимаешь? И ты вот его перебираешь, потому что у тебя есть целое. Не ситуация языка, может быть, оно вот так следующее делается. Ты выстраиваешь какую-то, скажем, вот эту ситуацию, вот уберешь, эту ситуацию палок себе вставишь, вот эту любимую нашу ситуацию палок вставишь, и они потом как бы передаются вот сюда. Надо только в следующий раз другой маркер, потому что это, по-моему, вообще не будет виден на записи. Я совершенно забыл, с утра всего не думал. Нужно забыть слово «сознание» и называть это перцептивным полем. Что? Испой, спорьте? Нет, неужели. А вы сейчас снова подняли эту тему. Нет, 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 просто я забыл, потому что все, что я говорил, называем перцептивным полем. И вот у нас, как бы, вот здесь, кружочек, давай. Антон, и вот здесь посередине, как бы, одна из них изъятна. То есть мы ее, как бы, здесь видим, а здесь мы ее, как бы, так не видим. Но когда мы здесь ее видим, мы ее, как бы, достраиваем ее, то есть мы о ней, как бы, понимаем. Ты понимаешь, да? Ну да, ну просто, просто... То есть взял и достал? Я тоже так сказал. Просто умолчание, да, вот эта фигура эллипсиса, пропуска, умолчание, она не требует, она не требует никакого вот этого невидимого аналога. Достаточно просто одну палку опустить, и ты переживаешь, как бы, ну вот, допустим, есть вот какая-то структура, которая тебе привычна. И тут не пропадает одна грань. Об этой, да, об этой ситуации и дело. И вполне возможно, что, например, совсем на поле, да, так вот это назвать, у тебя просто, быть может, ее даже в этой палке быть принципиально быть не может. Но тем не менее, ты, когда вот этот ряд выстраиваешь, ты, как бы, адресуешься в некой ситуации до сознания, где она есть. И это есть художественное переживание. Быть может так. Я вот тоже так, как Глебе Гамола, вот так, по ночам хожу тут на детской площадке, Ну, я и так думал. Вот это самый интересный момент, да, Владимир? Что я сижу на детской площадке? Да, да, такой интимный, интимный момент. Там нет детей, это по ночам. Не-не, дело не меняет, это детское просто. Не очевидец, я это видел. Ну, сопутствовал несколько раз. Даже трогательно, так, пошел, подумал, о богомолове. Не, потому что долго не могу ходить, и не могу ходить. Да, после из применения вот этой схемы в прошлый раз, когда мы обсуждали совершенно новую там теорию, да, это представлять. Просто мне понятно, что я не очень понимаю, в чем там ее новизна. Потому что и заранее было понятно, что наше тело как-то устроено и воспринимает оно специфически каким-то своим способом. Можно говорить о том, что оно устроено таким способом, можно говорить о том, что оно устроено каким-то другим способом. Понятно дело, что оно всегда упрощает. И понятно дело, что в нашей воспринимаемой картинке еще больше упрощение, чем то, которое воспринимает тело. Здесь вот эта двуступичная модель, она была всегда, начиная с Канта, наверное, или даже с Декарта, вот эта двуступичная модель, она всегда есть. Нет, я не знаю, она состоит в том, что искусство кулинарии выше, чем искусство музыки. Ну, я понимаю, я просто имею в виду, что совершенно новое это в чем состоит. В чем нарезна? Потому что мы говорим на языке математики, что есть какие-то там фильтры, синусы и прочее, что ли? Ну, во-первых, не упрощение, потому что когда мы говорим упрощение, мы всегда имеем нечто-то два. Одно, что нам дано, и упрощенное что-то, относительно этого. А здесь не дано ничего. У вас уже фильтры стоят. А там нет ничего. То есть фильтры все состоят? Как нет? Нет, дело в том, что вот это, вот это, это как вот та же. Это как бы условно, здесь нет ничего. Нет ничего. Ну, ничего нет, просто отлично. Тогда, Игорь, ты тоже так считаешь, что до фильтра ничего нет на обходе. А объектов нет никаких? Да, объектов нет, да, конечно. Вообще ничего нет. Объекты только на перцептивном поле. Еще здесь объекты, я сказал про объекты, говорю, что там. Нет, какие-то данные есть, поток датчиков. Объекты? Это в ваших терминологии. У вас всегда там какие-то специфические терминологии. Вообще, какая-то многообразие есть? Да, многообразие, да. Какое-то многообразие? Ну, ну, чего-то, что-то. Ну, ну, не создаем мы это даже как многообразие. Многообразие-то не что-то, по-моему? А что это? Нечто там нету. Там нельзя на что-то указать пальцем. Что-то вот, ну, была пример, ставить стабильный мой пример со стеной, смещенными трещинами. Есть там что-то на ней? Нет. Но видеть можно. Можно как профиль женщину видеть, можно бабочку видеть, можно собаку увидеть. Так вот, при этом... Трещины же есть? Трещины есть, но они не нечто. Они не объекты. Да, конечно, они не объекты. Они не объекты. Объекты только на пятницу в тягу. Слово «объекты» я вообще не соглас�� bei NOY. Я все более так дальше, тем больше... Почему слово «объекты»? Они не объекты. Объекты не должны быть. Есть многообразие. Многообразие с помощью фильтра вырезаете еще меньше многообразие, еще меньше многообразие. Причем... Зачем термин этого? Мы сами мы0те термин. Почему меньше это многообразие-то? Кто же там? Вот здесь какой-то самый... Почему фильтр-то-то? Берешь, какая-то семаное... У тебя происходит Schwarогатый многообразие... Как поток некие данные. Ты берешь его, преобразуешь в достаточно простую ситуацию. Ты делаешь некий аналог круглепрепрозывания. Ты излагаешь данные по некому набору функций. Ну преобразуешь того, что упрощено, чтобы упростить. Да, ты его взял. Упростил, не упростил. Вырезал, вырезали, что мы... Вы про красную зоопозонию мы не видим? Не видим. Булат представляет себе так. Я представляю так. Это я вас спрашиваю, как вы представляете? Вот стоит дерево. Нет, Александр, не надо, я так не представляю. Я вас спрашиваю, как вы представляете? Нет, я объясню, как я представляю. Вот. Значит, вот стоит дерево, да? Александр, это не буду сказать по коментарии. Значит, человек, дерево попадает на глазах. В глазах. Да, в глазах. Это вы так представляете? А в чужом? И здесь. Это вы так представляете у вас, да? Просто отлично. Так, и вот здесь есть... Булат, не надо. Когда мы говорим о том, что упрощает, вот здесь есть оригинальное неупрощенное, а здесь упрощенное дерево. Так? Нет. Я не знаю, что вы рисуете. Нет, Булат, что значит упрощенное? Ну, потому что вот если взять любой цвет, да, он на самом деле... Игорь, сам придется, идет потеря информации. Идет поток широкий, как бы мыл, а дебиле и ровное. Важно, что дерево нет. Упрощенное, это означает, что стирается много-много подробностей. А, значит, вот было дерево подробное. Я не знаю, почему здесь дерево нет. Дерево нету никакого. Нет, дебиле. Как многообразие? Какое-то многообразие. А, нет, как можно говорить о упрощении многообразия, если там нечего упрощать? Многообразие виробоков, осталось 100 мг. Континуум перевели в счетное множество. Вот и все. Вот здесь есть континуум, вот континуум идет. Мы перевели в счетный набор, потому что, допустим, количество вот этих коэффициентов... Но перед ним, каждый конечный эту штуку умножен на бесконечную функцию. Так нет, нет, тебе говорят, что... А вот тут дерево... Нет, да, где-то хранятся, данные-то хранятся, счетное бесконечное. Да, дерево только вот здесь, как фуя преобразования выполнил, тут дерево... То есть дерево не является упрощением чего-то? Это как бы больше вопрос к миру. Я имею в виду, что какой-то мир был более подробный, как бы многообразный, больше был подробностей. Если бы этого не было, мы бы не могли уточнять каждый раз... Вы сами говорили о том, что вы не могли отправить всю эту информацию... А, ну нет, тут все правильно, да. То есть если понимать... Давайте я просто смысл-то скажу. Если бы два упрощения, это схема старая, как мир, на самом деле. Если одно упрощение, там второе упрощение. Ну, двухступенчатая система. В чем как бы новизна? Вот твой вопрос был. В том, что они не являются упрощением, не являются обобщенно-фуле преобразованием. Не, ну а обобщенно-фуле преобразованием, там, я не знаю, там, как бы это не упрощает ничего в картине? Нет, оно... Несколько раз сегодня и в прошлый раз вы говорили, что информация теряется, хуже видно. Вот была красная, осталась стерлость. То есть вот это невозможно об этой схеме сказать. Здесь не было того, что стерлость. Александр, смотрите, вот, например, я посмотрел, на что-то смотрю, да, я как бы запечатлел его, да, там, потом, допустим, описал, там, не знаю, даже фотографии... Это не проекта. Я бы объясню вам сейчас, я просто объясню, чтобы вы... Поймите смысл. Вам надо уметь понимать смысл. Я понимаю. Давайте я продолжу. Ну, продолжите. Допустим, я посмотрел на фотографию, и на завтра стал ее вспоминать или рисовать, а что-ли... Ладно, хорошо, другой вариант. Я смотрю на фотографию, и теряется некий... Хорошо, дальше все. Нет, я просто вам объясняю, что как бы... Да, правильно, дальше, дальше. А суть состоит в том, что можно было бы взять лучшую оптику, да, и на том же самом месте сфотографировать как бы с большей потруднью. Существует еще взять, подойти ближе, приблизить еще больше оптику на сторону. Иначе, говоря, как бы одно и то же нечто, да, будет каждый раз с большими деталями возникает. Это означает, что мир, на самом деле, имеет бесконечное богатство многообразия, которое доступно нам. И мы можем каждый раз из него вырывать все больше и больше, если нам это надо. Но мы этого не делаем, потому что нам это не надо. Мы функционально живем, да, вот там. Двери, дверь, там, мы не обращаем внимания, что там из многих деталей состоит, что там какие-то подробности есть. Прочее, вот дверь функционально открыли и закрыли, все. А дверь есть на самом деле? Двери есть на самом деле, да. Вне перцептивного поля? Двери есть на самом деле в функциональном смысле, она есть. И вне перцептивного поля есть, да? Именно дверь. Да, и дверь. И, значит, мы можем взять дверь вне перцептивного поля и... не с дверью перцептивно. У меня вопрос китиня. А дверь есть? Или перцептивно? Просто есть целый мир. Видишь что-нибудь? Ааа, сейчас нет. А теперь на экран посмотрю. А сейчас видно? Да, видно. Чего, чего, чего? Так же и дверь есть. Просто слово дверь вас смущает. Понятное дело, что это уже нечто такое, что, я имею в виду, что мир как-то сам по себе существует. В нем есть многообразие каких-то там характеристик, аспектов... Характеристик аспектов нет. Характеристик аспектов есть только перцептивно. Это бесконечное многообразие присутствует. Оно бесконечное многообразие. Мы прорываем только часть. А на то, на то, еще меньше часть прорываем. Двухступенчатая система. И эта ситуация у нас другая. Когда есть просто, грубо говоря, засвеченной колбочной сетчатки. Это у нас есть ли вот эта штука вот такая? Снимают симметрические сигналы, например, барабанная перепонка или что-либо еще. Ни о каком дереве, двери и многообразии совсем говорить нельзя. Не нельзя говорить с никакого многообразия. Ну какое? Глазик есть у тебя, а у тебя есть сетчатка и вот из этой сетчатки. Но это вопрос от логических. До восприятия что-нибудь есть? Нет, конечно. А в чем мы создаем весь мир? Ну об этом вопрос даже не стоит. Здесь этот вопрос решается в этом смысле. У меня гораздо получается более радикально, чем не существовали. Вот стоит условно, унитазы, бачки, как они работают. У него на самом деле один анализатор какой-то. Нажата кнопка, не нажата. Нет, у нас на самом деле ситуация вообще на фуэр образованию не имеет никакого смысла. Нет, ну это фильтр. Смотрите, вопрос не праздник. Здрасте, это бачок-то фильтр? Нет, нет. Ты что? Нет, смотрите. Нифига себе фильтр. Ты что скажи? Он фильтрует, все остальное фильтрует. Не только когда происходит нажатие, он действует. Нет, это автомат. Нет, ну смотрите. Хорошо, хорошо. Это то же самое, если бы у тебя была бы здесь одна... А автомат не требует нажатия никакого. Давайте к художникам вернемся. Не мы же одни можем анализировать картины. Их может анализировать спектрометр, допустим. И в чем состоит одна из техник определения подлинности картины. Сравнивают набор спектра, набор, уникальный набор цветовых оттенков, которые использовал художник. Известно, что каждый художник, каждый вообще человек, он видит какой-то свой набор оттенков. Дело не в том, как он воспринимает там цвет, да, что у него в картинке рисуется. Это может быть, да, все что угодно. Но вот именно набор блинвол, который он различает, да, в каких-то областях. Допустим, в этой области блинвол он различает больше, а в этой меньше. Вот он уникален. Вот. И по тому, какие человек различает вот эти блинволы, соответственно, можно установить, какие он использует краски. Ну, короче говоря, можно решить одну задачу. Что есть, идет от аспекта красок. Не от том, а аспекта красок. Для спектрометра существует действительно просто набор. Да, просто у тебя краски и все. А для человека существует нечто, чего вне человека нет. Но вот если бы художник... Для художника это тоже существует набор, как выясняется. Потому что один тут... Нет, существует набор, но он к этому набору добавляет еще что-то, чего в наборе нет. Нет, нет, нет. Как техники. Нет, ну как техники. Здесь получается, что вот мы видим просто вот тот базис. У каждого художника есть свой базис красок, понимаете, который он использует. Он может как-то меняться там, но очень редко. Очень редко там какие-то такие серьезные изменения происходят. Но не важно. Вот он у него есть. Вопрос в том, что параллельно существует спектрометр, который позволяет нам установить все как бы длинный блок. Понимаете? Вот. Что здесь есть некоторая проблема, нет? Нет. Нет никакой проблемы. Ничего. Нет, ты имеешь в виду, что как бы все люди по-разному воспринимают. Нет, нет. Это я к вопросу о дереве, да. Я к вопросу о том, что... Ну, мы... Может быть, это уменьшит то, что есть некая опорная, да? Да, вот странно как бы, да. То есть вот у каждого... Мы там строим какие-то картинки, да, мы не знаем, как выглядят цвета, да, скажем. То есть мы не можем сказать, как на самом деле должен выглядеть красный, потому что он вообще может никак не должен выглядеть. Ну, для меня мы знаем. Это просто длинноволны. Да нет, мы знаем, потому что я говорю, что у нас вот эти функции, набор базовых функций, по которым мы раскладываемся, у всех один и тот же. Не-не-не, имеется в виду, как он должен выглядеть до... Если он вообще, если он вообще там. Ну, вот это... То есть он, который как бы осуществляет вот эту вот спектрометрию, он говорит, что да, оттуда такие-то частоты приходят. То есть он каким-то образом тоже воспринимает. То есть я хочу сказать, что... Если нет ничего нового спектрометра... Те же самые очки. Ну, например, как... Из очков видно плохо, а с очками хорошо. Чего отличается от человека? Или с биноклем или... Чего спектромет отличается от человека? Да нет, на самом деле... Нет, просто спектрометр тоже берет аналоговый сигнал и раскладывает его... То, что у тебя происходит... Почему это происходит параллельно? Вот у тебя здесь хрусталик стоит, он тебя преобразует это дело как-то иначе. Да дело не надо. Может, чистоту вот этого сделать больше. А то он имеет другое в виду, мне кажется. Другой метод. Он имеет в виду, что... Нельзя, на самом деле, сказать, что... Мы воспринимаем мир более-менее одинаковым. С всякими допущениями, да? Только из-за того, что мы устроены одинаково. Так не получится. Он имеет в виду, на самом деле, что должно быть некое опорное нечто, да? Благодаря чему, на самом деле, мы поправляемся. Если у нас, допустим, что-то неправильное в восприятии, мы изменяемся. Постоянно есть, как бы, вот, обратный контур, который позволяет нам, на самом деле, на что-то настраивать. Есть некая формная реальность. Благодаря которому мы все это приводим все к одному показателю. То есть, нельзя объяснить, что все приборы работают одинаково. Равно не только кто-нибудь прибор какой-нибудь расстроится в течение жизни. Ну, все. Но, я говорил... Но мы их всех на... Есть слепые глухие, и что из этого? Не-не-не, но есть, например... Да есть понятие баланс белого, на пути, понимаешь, почему-то он есть. Да, и, как бы, мы настраиваем этот баланс белого не потому, что там мы все одинаково белое видим, а потому, что есть нечто, как бы, некий показатель, по которому мы это настраиваем. Ну, я только раз хочу сказать, что... Есть опорная реальность, значит. По определенному смыслу культурное поле тебе можно менять. Культурное поле можно менять сколько угодно, поэтому я говорю, что там многообразие. Но зависит от нашего культурного поля, от воспитания зависит. Просто, понимаете, от многого зависит оно. Сам поток-то у вас получается, ну, объективный, в каком-то смысле, да? То есть, что Буланг спрашивал, когда говорил, а есть ли там что-то? Вот мы не можем сказать, что там есть, да? Потому что мы всякий раз видим, вот, результаты эти преобразования. Но при этом, как бы, у вас в качестве предположения так или иначе лежит, что этот поток, он есть и он такой, какой он есть. Вот, извините, да? Один и тот же для многих. Он просто, как бы, он просто есть, он есть в реальном смысле, да? То есть, он не что-то виртуальное. Вот он есть, он есть такой, какой он есть. Мы не знаем, какой он есть, но он есть. Его опыт подтверждает, что он, как бы, воспроизводительный. Не есть ли это вещь в себе некоторая, понимаете, у вас здесь? Есть, нет, да. В Кантовской, но не в Кантовской. Да, но она, по отношению к Канту, это более радикальный способ. Да нет, не более радикальный. Потому что, если узнать вот эти механизмы, можно же, как бы, отсчитать обратно, понимаешь? Можно обратное преобразование в фурье. Ты же сам используешь именно фурье, а не фильтр. Если бы это был фильтр, или подожди, подожди, нет. Если бы это был фильтр, как там всевозможная среда, там, орудие, если бы мы безвозвратно теряли, это одно. Но у тебя преобразование в фурье. Вот. Если коэффициенты, конечно, не отбрасываются, у тебя там отбрасываются, какие-то оставляются несколько. Ну так как? Может быть. Или картинку на сетчатке произвести. Ну, это тогда реализм просто, просто реализм. Нет. Ты не картинку на сетчатке произведешь. Вот что тебе с этого. Нетkyu, не картинку на сетчатку. Ты же деньги пошли. Нет, обратно, ты, туда. Кантовка нету. Как это нету? Если ты сохранил все коэффициенты. У тебя так просто картинки на сетчатке. Смысля-ка с картинками видит? Картинка на сетчатке, потом она переходит в палки. Палка переходит ввид, в картинку. Вот так у тебя работает такая штука. Не, ну подожди, на сетчатке нет никакой картинки, есть просто картинка. Сигналы, на многообразии сигналы, на сетчатке. Преобразование, как говорили, отображение из R2 в R2. То есть когда у тебя в каждой точке ставят соответствие интенсивности, скажем, что там, якость. Амплитуда. А, да, амплитуда и частота. Ну, что-то там, что соответствует этому. Каждой точке. Вот оно, то, что у тебя есть. За ним нет никакого дерева. Когда оно пошло, у тебя появилось дерево, и опять дерево появилось. Не то, что дерева нет, это ясно. Появилось дерево, но дерево опять не в пространственном некотором смысле. Оно как в теннисном мячике, когда у тебя еще ничего нет, но ты уже насобачился таким образом, что ты можешь его отбивать без всякой картинки. Насобачился. Ну только практика показывает, что если бы это так было, то на самом деле наша картинка была произвольна. Вот почему? Ну она не произвольна. Она не произвольна, потому что ты раскладываешься по... Нет, то, что раскладывается, я объясню просто. То, что раскладывается, я же согласен. Так все черт. Сказали, почему это не произвольна 5 минут назад. Образование, воспитание, физиологическое устройство у нас это не такое. Нет, ну как бы есть никакое. Если у нас разные образования и воспитания, мы видим разные картины. Нет, здесь это жесткий, жесткий, объективный процесс. Для нас, как геологический политик, мы проявляем. А потом уже, вот дерево, но у тебя здесь появляется. Образование, воспитание, наше устройство. Это прекрасная мероприятие. Это прекрасная мероприятие. Почему мы все в этом изображаем? Ну потому что, как бы, ну что там, дверь, при чем здесь образование? Ну у меня, по-прежнему, находит совместная деятельность. С камерой очки. Дело в том, что Булат... Дерево, подаделем. Ой, извините. Мы не можем знать, одинаково ли мы видим дверь. Мы не можем никак сказать. Но в деятельности... Вот я скажу. Булат, подайте мне фломастер. Нет, подайте мне фломастер. Булат взял и подал мне фломастер. Это что? О чем говорит? Только о том, что нечто мы с ним называем одинаково. Это нечто-то должно быть. Да, это нечто, что-то есть. Я просто к тому говорю, что... То есть в нашем сознании, в нашем сознании. Для того, чтобы мы в этом мире могли... Ой, в нашем перцептивном поле. Еще раз говорю, для того, чтобы мы функционально могли в мире ориентироваться, как ни странно, на самом деле, сам мир не просто должен быть многообразным. Потому что, ну это как бы... Ваши напущения, это многообразие. А он должен быть, на самом деле, как ни странно, более... Ну что же выиграем как-то? Более сильное утверждение сказать, что он есть некая реальность. Вот эти аналоги очень сложные. Я имею в виду, что там... Слово «дерево» нельзя говорить, но что-то там, что как бы... Ну конечно, фиксирует. Это соответствует этому дереву, когда мы его воспринимаем. Вот вопрос... Нет, Влад, вот здесь же... Опять же, я приведу пример, опять же, этой стеной со стречниками. Действительно, когда мы все воспитаны, нам с детства показывали вот эта палочка. И мы все, все, когда нам показывали, видим в этом месте трещины палочек. И одинаково, ну, допустим, она передвигается там, мы сами на этой стесне трещины. Но, если была другая культура рядом, и на этом же месте, на этом же, в этом же сочетании трещин... А первый человек как научился? Первый человек, Бог ему выдал, выдал. Ну, это... Ну, это не корректно. Ну как, у вас все от научения. Как мы могли восстановить научение? Этот вопрос можно задать о любой теории. О любой. Поэтому лучше его не задавать. Не, не, почему? Ну, кроме твоего божественного. Нет, нет, нет. Есть вопрос генезиса, есть вопрос структуры. Это чисто структуралистское. Но не все эти теории структуралистские, понимаете? Нет, есть генезис. Давайте генезис не рассматриваем. Смотрите, если вы все сводите к воспитанию, как вы могли так воспитаться, на самом деле, что... Как это вообще могло случиться? Ну, а как вообще могли получиться тогда этот вопрос? Нет, я имею в виду, что как бы... В том, где состоит суть, что к воспитанию это не свести. Есть некая опорная данность, которая, в отличие от воспитания, от всех привыкновений к культуре, сама по себе есть. Я не сказал, я не сказал. Есть. Действительно, вот в нашем мире, в котором мы видим бабочку на этом месте, это есть опорная данность. Но это не значит, что другая культура в этом месте будет видеть цветок. То есть, есть. Ваши бабочки на стене это какая-то условность. Я имею в виду, что сама стена, куча там трещинок, как мы имеем. Так вот, я говорю, девять, которые мы видим в нашей культуре на этом месте, это та же условность. То есть, как бы аборигент будет идти, и мимо дерева, сквозь него пройдет. Да. Да, и таких ситуаций полноха, как в другой культуре, цвета не прозрачно. Ну, нет, конечно. Ну, нет, конечно. Конечно, нет. У вас, я говорю, что у тебя в расшитном было неких 50 или там 100 функций, по которым ты осуществляешься. Ну, вот все мы люди вот так устали. То есть, и фильтр. Да не фильтр. Я имею в виду, что под словом фильтр, что упрощение. Ну, если не упрощение, давайте подключение, подключение, подделение. Проблема в том, что в потоке нет ничего, да? То есть, в потоке нет объектов, в потоке нет определенности, в потоке нет предметов. Да, ну, потому что опорная некогданость-то есть, она опорная. Она есть, но когда ты применяешь к ней это преобразование, ты не упрощаешь, ты как бы обогащаешься. У тебя появляются объекты, у тебя их не было. Ну, в этом смысле. Вот я хотел бы спросить у Александра Балдачева и у вас, Игорь. Вот исходя вот из этой схемы, вот такой конкретный пример со мной был. Я вот раньше смотрел балет, да? Ну, мне никаких эмоций вот художественного образа не вызывал, да? Вот где вот у вас тут на этой схеме будет? Потом, значит, я стал заниматься, когда каратэ, то я уже стал смотреть на этот балет, как это анализировал, что да, как это сложно, интересно там, что вот это сложно механически сделать. А потом уже, я не помню, стал ли я там анализировать или нет, потом я стал балет воспринимать, как вот художественное произведение и получать эстетическое наслаждение. То есть, не было анализа двигателей. Вот вопрос, вот вы рисовали вот эти художники, да? Да, вот еще можно добавить одну функцию. Это, если что, просто с обучением как-то, вот, поясните, пожалуйста, да? Вы телом почувствовали нечто, стали управлять своим телом и замечать движение других тел. Вот, и, естественно, наверняка с какими-то эмоциями было связано ваше занятие, и эти эмоции стали возникать, когда вы видите занятие в физическом движении. Вот в этой схеме. Но здесь же нет внимания, действительно, понимаете, в этой схеме. Да, здесь нет. Нет, каким образом он формируется? Это нужно отдельно. Внимание, это очень сложно. Есть еще болевое тело, и внимание есть. Очень сложно об этом говорить, но можно как-то, наверное. Так что, добавился... Да, у вас добавился еще один анализатор, который... Или активизировался, да? Скорее всего, если говорить о мозге, то, наверное, некая структура нейронов, которая фиксирует ваше движение, также стала реагировать на чужие движения. То есть, исходя из вашей функциональной схемы, фильтр какой-то? Нет, ну я уже так, ну, новый плачок появился, да, новый сетчик, не фильтр, это не фильтр. Ну, преобразователь какой-то, неважно, вот синус писали, синус там, еще какой-то синус чего-то, да? Да, вот если говорить об искусстве, то вполне возможно, что когда вот эта штука у нас здесь появляется у народа, то есть, как бы она адресуется к нашим некоторым переживаниям, к собственным машине нашего тела. Только потом мы испытываем наслаждение по всей виду. Как, почему она вырабатывается? Ну, мы же знаем, что художественное любое восприятие можно развивать. Есть же люди, которые не испытывают ничего по чтению художественной литературы. Да, вот так. В принципе, научились... Вот вам пример. Отец и сын, да, отец и ты, если картины невидимого, а сын говорит, что вот не испытываю я ничего, читая художественную литературу, нахрен можно мне это читать. Есть люди, которые испытывают ощущение от поэзии, эффект художественного переживания, а есть... То есть все-таки неврожденное все это? То есть ты до этогоedor бодвы утверждал, что сила такой... Ваза, ваза, ваза. Ваза на бурсе с иновожденное, наверное, какое-то... А потом, если ты с ней как-то работаешь. С ней как-то обратная связь какая-то есть, получается? Ну, то, что мы буду... Хорошо, так с оптикой, с научными закономерностями есть какой-то ответ. Я еще раз формулирую вопрос, да, чтобы достаточно четко было выпухло, постараюсь. Да нет, нормально, я отсюда... Значит, представляем себе ситуацию, что у нас в прецептивном поле, да, вот, прекрасно, есть система линз и какой-то источник света, мы наблюдаем вот в картинке своей, как там лучи идут, вот, наблюдаем, мы не знаем, что там в исходном, приходящем к нам сигнале, вот в этом, как бы, вот этой бесконечности потока, вот, бессодержательного, мы уже наблюдаем вот это, вот, но при этом, наблюдая вот это, мы устанавливаем, какие-то закономерности, вот, на основании этой картинки, мы, собственно, создаем теорию оптики, вот, как она, линейная оптика, да, вот, как там в линзах все эти лучи идут. Дальше у нас есть прибор, который построен на основании этой теории, и он уже, как бы, в нашей картинке присутствует просто вот так. В виде, ну вот, в виде бог знает чего, но выдаем, допустим, вот, вот, как эта камера картинку, вот, не странно ли получается, что опираясь на, на закономерности, которые мы наблюдали в картинке, послушайте, да, вот, мы смогли построить такой прибор, который ведь находится все-таки не в картинке, а он, как бы, является, ну, он в картинке предстает перед нами таким, чем он на самом деле является, мы не знаем. Но при этом закономерности, вот, мы как-то вот угадали, и он нам выдает ту картинку, которую должен был, то есть, я хочу сказать, что это удивительное совпадение, что то, что можно было бы объяснить прямым следствием, из одной картинки следует другая картинка, мы должны вот проделать такой ход и удивиться, почему, как бы, а одна картинка совпадает другая. Ну, вы не объяснили, да, я думал об этом. Значит, допустим, вот, у нас некий поток идет, да, из него мы смогли выделить, скажем, шар, вот, просто, в виде мяч, да, и потом... Развлечили шар, да, вот, потом была картинка, на которой был круг, круг, и мы тоже различили круг, вот, теперь встает вопрос, если мы... То есть, значит, значит, что-то здесь соответствует, ну, соответственно, не соответствует как-то дерево, да, этому шару, и кругу нам непонятно, да? Дальше, если мы возьмем вот этот поток, вот этот поток, преобразовываем линейно, линейно, линейно как-то преобразуем, и потом опять пошлем нам сюда. При линейном преобразовании мы можем получить вот здесь этот круг. Ну, это все понятно. Вы понимаете, в чем дело? А, вот, вот, линейный преобразований, это примитивный пример. Мы воспринимаем все подряд, да, в том числе и всякие всевозможные нелинейные процессы и так далее. Я хочу сказать, что те закономерности, которые мы устанавливаем, допустим, которые устанавливает физика, да, они никак не закономерности, все-таки, никак не закономерности картинки, да, а они, поскольку они... Ну, закономерности этого потока, скажем. Кономерности этого потока. То есть, в этом потоке у нас есть нечто, соответствующее камере, нечто, ну, как, соответствующее, которое при... Просто, вот, понимаете, вот, допустим, так же трехмерное пространство, да, которое является... Есть же наука, да, трехмерность понятно, откуда берется, да? А вот не очевидно, потому что если бы там было четырехмерное, то там... У тебя же есть фундаментальная физическая теория, которая как раз говорит, что мы имеем дело с картинкой только, квантромеханика. Мы перешли уже на другой этап, мы не проговорили к тому, что мы сами создали ее камеру. Ну, создали. Значит, мы же изменили что-то в универсии в этом. Не-не-не, ну как, ну мы же создавали ее, исходя из того, что то, что мы видим в картинке, есть таковое, какое есть. Мы как бы вот из этого исходили. Мы исходим из того, что когда мы передавали с Булатом фломастер, мы исходим из того, что мы действуем что-то. Так же мы, создавая эту камеру, мы что-то действуем. Но меняем мы что-то в универсии, но меняем как-то так, что получается адекватно. Ну вот это удивительно. Это удивительно. Мы знаем, как устроен он там сам по себе. Нет, мы как он устроен не знаем. Ну как, мы только что говорили закономерности. Благодаря знанию этих закономерностей мы построили камеру, которая гаржуна дает нам с картинкой. Есть множество теорий, около физических таких, которые говорят о том, что вот мы видим мир так, только потому что мы умеем пользоваться вот этими приборами. Если мы будем пользоваться другими приборами, и у нас будет другая теория, у нас мир будет по-другому. Вот есть вселенские. Не, это понятно. Да, и поэтому, естественно, что если мы хотим получить вот это... Вы хотите сказать, что физику, которую мы знаем, это не физика самого мира, а физика... Во многом это так, и квантовая механика действительно показывает, что мы можем, возможно, как Илья начинал с того, что мы можем дотянуться до звезды. То есть, действительно, если мы сами настроены на перцептивное поле, в котором выполняется преобразование шара в круг, и строим некий прибор, который это делает преобразование вместо нас, на основании вот этих, то мы физика... Это задает вопрос, удивительно же, знаем физику, только картинки, мы на самом деле в этом мире можем что-то производить из мини... В мире это же картины. Да, в мире это картины. Нет, нет, и мы в самом мире. Опять, в чем пример хорош-то? Потому что ты, когда делаешь последнюю штуку, ты разлагаешься по некоторым функциям, по трехмерным, да? Эти трехмерные функции, они зависят от трех кардинатов, X, Y и Z. Автоматически сюда получается, быть может, ну, на моем месте высказал Кант, правило, сшита делимость бесконечная, ортогональность всех этого мира и всей вклидовой геометрии. И вполне возможно, что ты, накладывая вот этот набор функций на твое форме преобразования, ты получаешь геометрический мир и мир оптики. И в этом смысле ты когда с ней... А мир физики всей. И ты, когда с ней работаешь, ты с ней пока работаешь, тебе получается хорошо работать. Почему? Потому что картинка, она всегда картинка. Ты с ней работаешь. Но ты работаешь за счет, у тебя трехмерное образование. Мы вводим машину, например, да? Машину, Капернский, да, Капернянский переворот. Мы вводим ее в картинки. Ну, конечно. И в картинки, и не в картинки. В картинки вводим. Врачи вся жизнь только в картинки. А, да, но ты некоторые вещи... Но и тем не менее, как бы все согласовано. это же странно картинка и закономерности которые получены из этой картинки позволяют строить другую картинку, которая воспринимается так же, как сама по себе то есть можно непосредственно воспринимать картинку а можно с помощью этих закономерностей ты никогда не выйдешь, у тебя эти функции были заданы на x, y, z вот они у тебя, на x, y, z просто не получается, что из этого пространства было задано что ты не скажешь, что снова будешь предсказывать но всякие физические теории как раз, они выходят за эти пределы я так говорю про то, что мы устанавливаем некие закономерности, некие теории строя, которые могут быть гораздо сложнее они не линейные в том числе, понимаешь и потом они мы через них, мы в них закидываем картинку, которую видим сами прогоняем через них, многомерных и получаем другую картинку и все сходится я так как раз пытаюсь объяснить а других придумать нельзя а когда задается вопрос о непостижимой эффективности математики в области физических наук и только в области почему она непостижимая, эффективная да потому что x, y, z все, не по какой другой причине и как только мы начинаем работать с миром начинаем по-настоящему работать не с x, y, z, не с этими функциями которые наши по большому счету то есть физика это как бы физика изучает, думает, что она изучает мир она изучает состояние нашего ума как только мы начинаем изучать мир возникает то, что называется квантовая механика то вообще ни на что не похоже потому что мы знаем а квантовая механика это уже не простая физика а альтернатива за чем-то существует она отличается наконец-то появляется науга но ты же знаешь, что она как бы с математической точки зрения всего лишь алгебраическая деформация я предлагаю заканчивать сам диссертацию об этом написал выскажу одну еще крамольную мысль не крамольную, а эвристическую вот, отвечая на вопрос зачем нам нужно перцептивное поле вот допустим, что это это некая система ну она и там есть некая система так вот перцептивное поле это вот комплекс вот этот, входной то есть, с одной стороны он дан как результат а используется для преобразования вот этого входного многообразия то есть, с одной стороны как субъектом он нам дам результатом неким вот в котором мы а с внешней стороны а с внешней стороны он является тем, что преобразуется то есть, скажем, во-первых Мы есть наше перцептивное поле. Вы как раз нелинейности добавляете этим шагом. То есть, если спрашивать, скажем, у нас в нейронных сетях строится некая распределенная во времени структура, которая, с одной стороны, нам дана именно как поле деятельности, а с другой стороны, работает всеми этими фильтрами. То есть, каждый элемент этой структуры является вот этим самым фильтром. Ну, не фильтром, а преобразователем. А зачем тогда выстраивать такую последовательность, если это, на самом деле, не вначале стоит она? Нет, ну поднялась. Но она, обратная связь такая. То есть, с одной, мы видим это, скажем так, субъекту это показывается как бы изнутри, а снаружи это является самим преобразовательством. Ну, так вопрос это, конечно, не снимает. Зачем субъекту это показывать? Можно преобразовывать и использовать. Конечно, конечно. Но я бы сказал так, что этот вопрос, может, два раза, по-разному ответить. Что это за пределами... Из жалости. Посмотри, что с тобой происходит. То есть, нет, это действительно есть такая черниговская как раз и высказывает эту мысль, что мозг говорит, ну успокойся, ты сам принял решение. Ну успокойся, вот ты как бы там... Понимаете, в чем дело? Если бы вообще ничего не показывали, у него бы не было вопросов. Вопросов нет. Сам он и не сам. Понимаете, сначала ему показывали, а потом... Один вариант ответа, что когда мы начинаем философство, демыслить, данность, она первична. То есть, вот что-то дано субъекту. И как бы что-то до этого, чтобы обосновать нам, а почему и кому дано, нам нужно что-то впереди иметь. Но мы не имеем ничего, и поэтому мы не имеем ни языка, ни как сказать. Вот. А второй вариант сказать, что нету тому, кому дано, а мы сами есть то, что дано. Вот мы вот... Вот я разделяю, конечно, свое тело в этой комнате. Своё тело разделяю. Но я и сам, и сейчас эта комната. То есть, не дано кому-то. То есть, я, конечно, ощущаю, что есть некий центр, но он привязан чисто физически к телу. Вот. В принципе, я могу выйти из тела. Ну, я или кто уже за картинку. Ну, это я и весь сам. То есть, не то, что кому-то дано. А тот, кто дано, и что дано, это одно и то же. А по опытам Либида, кстати, я давно хотел замещание сделать. Для того, чтобы понять, действительно, что принимаем мы решение или нет, их надо поставить правильно. А правильно поставить надо так. Надо дать задание как бы испытуемому, обмануть исследователя. Да, 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 да. То есть, он сможет обмануть. То есть, если он сможет, как будто принял решение, а на самом деле его не принять, значит, он контролирует себя. Там, в опытах Либида, нужно очень четко различать. Есть деятельность и планирование деятельности. Тогда решение может быть принято, действительно, я могу принять решение до мозга, да. А есть непосредственное исполнение. Вот в непосредственном исполнении есть отлаг, естественно, который подсовывается нам в сознание. Когда, ну, как просто нажать кнопку. Но до этого, как мы уже говорили, человек принял решение, что он будет участвовать в эксперименте, принял решение, что он будет нажимать кнопку. А это было раньше. То есть, событие, он уже предполагается. Так. Ну что, прежде чем завершать, я предлагаю хороший тон ввести. Каждый, если кто-то что-то хочет сказать. Вот Евгений. Ну, может быть, пару слов. Это слишком много. Комментарий какой-то. Все понравилось. Не-не, ты видишь, что там час тридцать уже? Там? Да, час тридцать четыре. Да, еще час будет прогон. Не, ну это мы буквально в двух минут. Не, если двадцать минут было. Александр, ваше резюме нашей сегодняшней беседы. Вот в двух минут. Ну, у меня позитивный остался момент, что была там в конце, мы вот и обсуждали нормально все это. Что во многом споры терминологические, хотя, может быть, он не соглашается, но всегда можно прийти к каким-то, в любом случае, прийти к каким-то заключениям. В любом случае, каждый говорит для себя и для своего какого-то расширения. Шесть, что убежать. Поэтому нельзя на кого-то убежать. Ясно. То есть, в общем, это всего лишь как бы весь семинар, это декорация ваших взаимоотношений из була. Вот это по-моему, сознание на самом деле спорит. Давайте отсюда пойдем. Булат, давай, свое слово такое. Ну, мы с Александром, мы с ним сможем договориться, если будем, ну, как бы я, прежде всего, буду более сдержанный. Ты по поводу выступления Игоря, два слова. Ну, только не низку всего надо. Это не новая теория, конечно, восприятие, хотя, конечно, новые элементы там есть, там, преобразование курье пришита. Ну, как бы, это двухступенчатая теория, она, наверное, начиная индикация, это надо исследовать, а, ну, точно с Канта, да, у Канта примерно такая же схема присутствует. Ну, там просто другие, конечно, термины, там все другое. Ну, там же двухступенчатая. Ну, ты смотри, камера узнала. Да, она его узнает. Потому что я специально запрограммировал так же. Ну, то есть, в общем, иными словами, вот эти вот формы, как бы, этот базис, по которому расходуют. Это на самом деле, по-моему, усложнение, но, может быть, так оно и есть, я не знаю. А действительно, чем это отличается? Ну, это, я думаю, Игорь нам сейчас под конец, когда мы ему дадим последнее слово, он скажет, чем отличается от Канта. Так, ну, что значит? Кроме индикации, мы пришли же, не там, да. А, ну, хорошо, это тоже ответ. Так, Анатолий, Ваше слово. Он пришел, дал, 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 считай. Отлично, да, хорошо, ладно. Ну, а я за камерой, я не говорю, что это так. Ну, что, иначе Канта. Ну, бытие есть, небытия вовсе нет, да. Так, а вот чем это отличается? Чем твой вот этот вот базис, по которому раскладывается, вот отличается от некого набора форм Кантовских, которые оформляют явления? Ну, во-первых, да, во-первых... Кроме того, что они конкретно, вот ты говоришь. Хотя они тоже у тебя такие абстрактные, там, это же все-таки нереально. Тем не менее, если мы говорим о Кантовской теории, то это, в первую очередь, его теория восприятия, это одноступенчатая система. Почему двухступенчатая? Одноступенчатая. Вещь в себе, потом идет, как бы, это восприятие, а потом на восприятие накладываются формы, да, понятия эти... Ну, тогда здесь пятиступенчатая. Если у него трехступенчатая, это пятиступенчатая, значит. Вот. То есть это, как бы, ситуация другая. То есть у нас реакция, она возникает и предмет создается в неком предыдущем этапе. А потом уже накладываются, как можно сказать, эти формы, и после этого возникает наша самая картинка. Здесь в пространство и время действительно выступают как формы. Нет, тут не даже так, как я сказал. Нет, у тебя есть формы восприятия, ну, в смысле, как бы, реакции, есть формы отображения, формы... Хорошо, ну, вот тоже можно так сказать. Два набора форм, как бы, да, то есть два базиса. То есть базис, по которому преобразование делается, а потом второй базис для... Да, и это тем, что она отличается от кантовской теории. Ну, кантовик даже... А тем, что она похожа на кантовскую теорию, это в первую очередь тем, что кулинария является царицей всех искусств. Да, безусловно. Спасибо.